Знать о том, куда сходить в Казани вечером, полезно, чтобы не проводить время дома, сидя за компьютером. Несмотря на то, что речь идет не об одной из столиц, люди могут отдохнуть как в воскресенье, так и в будний день. Есть как экскурсионные туры на автобусе по вечернему городу, так и красивые заведения, где можно отметить годовщину с девушкой или день рождения детей. Задавая себе вопрос о том, куда сходить в Казани сегодня вечером, можно рассмотреть варианты познавательной поездки. Вместо того, чтобы отдыхать в кафетериях, можно провести время с пользой, просветившись самостоятельно и рассказав множество полезных вещей ребенку. До 7 часов вечера в городе работает огромный музей, знакомящий казанских жителей с историей их родной культуры. Расположен недалеко от центра, может принимать одиночных туристов и целую группу, появляющуюся тут в составе очередного тура. Взрослые могут погулять по музею за 250 рублей. Дети, не достигшие возраста в 7 лет, посмотрят на необычные образцы татарского мастерства абсолютно бесплатно. Работает в пятницу и субботу. Адрес, улица Каюма-на-Сыри, 11, Казань, Республика. Татарстан, Россия, 420 000. Координаты, 55,780 505 миллионных, 49,116 272 миллионных. Телефоны, плюс 7, 903, 061, 63, 00. В июле или августе, пользуясь необычайно теплым летом, можно провести время под открытым ночным небом, насладившись компанией друзей или мужа. Днем тут часто собираются шумные группы, купающиеся в местных озерах и жарящие ароматные шашлыки. Но жизнь в подобных местах не затихает и после заката. Это одно из главных мест, куда сходить ночью в Казани, если не хочется гулять по клубам и однотипным кафетериям. Куда сходить в Сочи вечером эта поездка не будет типичной. Вместо того, чтобы слушать современную музыку, человек сможет полюбоваться на необычное природное явление. Ведь благодаря природным источникам вода в озерах никогда не остывает, радует глаз приятными голубоватыми и синими оттенками. Доступ абсолютно бесплатный и ничем не ограничен. На заметку. Для такого отдыха необходимо взять с собой палатку или спальный мешок. Пригодится также теплая одежда, мастерка и спрей от комаров. Адрес – Казань, авиастроительный район, поселок. Щербаковка. Куда сходить в Казани еще одна познавательная ночная поездка – это экскурсия «Огни Казани». Любой человек, которому не спится ночью, может поехать по собственному городу в составе многочисленной группы. Опытные компании, занимающиеся такими экскурсиями, знают, куда можно привезти людей и как легко их удивить. Люди смогут увидеть самые необычные места родного города и посмотреть на него с абсолютно другой стороны. Незначительные здания ночью превращаются в настоящее произведение искусства. Многие пары предпочитают отмечать таким образом свадьбу. С одного человека в экскурсионной группе берут около 500 рублей. Для записи нужно прийти в агентство за несколько дней до планируемой даты поездки и заплатить туристической компании. Прекрасно вечерняя Казань. Экскурсия по ней способна показать любимый город с совершенно нестандартной стороны. Если человек не хочет платить туристическим компаниям, он может самостоятельно погулять по городу, открыв для себя множество антуражных мест. Куда сходить в Казань с детьми ночью обязательно стоит посетить Кремль, с мая и по сентябрь для посещения открыты обе башни. Зимой можно зайти только через один вход, второй закрывается после шести часов. Однако само здание работает круглосуточно, вход сюда абсолютно бесплатный. Обратите внимание, можно посетить парк аттракционов, поесть в местных кафе и покататься на чертовом колесе. Любители тихого уюта могут погулять по набережной, пройтись по мосту через булак. У устья реки можно задержаться, встретив рассвет со своей второй половинкой. Посетить это место можно огромной компанией людей с разноплановыми интересами. Если большая компания не понимает, куда сходить в выходные в Казани, и постоянно спорит, лучше остановить свой выбор на этом месте. В одном месте собран ночной клуб с зажигательной музыкой, красивый бильярд-бар, элитный ресторан и даже сауна. Все эти места работают круглосуточно. По вечерам проводятся концерты, как современной, так и ретро-музыки. Иногда звучат татарские хиты или интересные стендапы. Важно, вход в двухэтажный ночной клуб для девушек бесплатен, для мужчин 200 рублей. Бильярд 180 рублей за час, боулинг от 300 до 500 рублей за сеанс. За сауну придется отдать от 500 до 600 рублей в час. Адрес Казань, улица Односторонка Грифки, дом 1. Еще одно необычное место, предназначенное для людей, решивших показать себя и свой голос всему миру. Компания садится за один из столиков, имеющих свой порядковый номер в системе. Караоке проходит по кругу. Сначала песню выбирает и поет первый столик, потом – второй и так далее. Если за одним столом сидит более семи человек, то они поют сразу две песни. При желании можно пропустить свою очередь. Есть огромное количество треков в базе, как современных, так и в жанре – ретро. Обратите внимание. Средний ценник тут – в районе 900 рублей. При этом итоговая сумма зависит от того, какой сейчас день, сколько человек в компании и нет ли в календаре какого-то праздника. Поэтому если человек не знает, куда пойти вечером в Казани, он может развлечь себя красивыми песнями и овациями публики. Адрес – улица Николая Иршова, 57, А, Казань, ДК Сайдаш. Если экскурсия по вечерней Казани компании не нравится, но и просто сидеть дома или танцевать в клубе не хочется, можно пойти в развлекательный центр, проведя время с пользой и весельем. Тут расположено оборудование для боулинга и бильярда, причем есть различия между русским и американским вариантом. Рядом расположен бар с кальяном и огромным набором вкусных напитков и соответствующей едой. В среднем за пользование дорожкой, за одну игру, придется отдать около 600 рублей, если развлекаться тут ночью. Час игры в бильярд стоит 350 рублей, цена постоянная и не меняется. В баре цены достаточно демократичны, есть огромный выбор спиртного и немалое количество вкусной еды высокого качества. Адрес проспект Ибрагимова, 56, ТРК, Тандем, 3 этаж. Тел, 843-518-94-94. Задаваясь вопросом, куда пойти ночью в Казани, можно остановить свой выбор на огромном развлекательном комплексе для активного отдыха. Тут есть множество мест для отличного времяпрепровождения большой компании. Можно разбиться на маленькие группки и отправиться развлекаться. Тут есть около 30 развлекательных зон. Доступ к ним предоставляется бесплатно, однако посетителям придется приобрести еду и напитки. Также следует заплатить за вход. Есть традиционные развлечения вроде боулинга или бильярда. Есть множество игральных автоматов, симуляторов и прочих интересных тренажеров. Тут можно даже показаться на роликах. Вечером плата за вход составляет 190 рублей, а вечером 400 рублей. При этом средний ценник в заведении с учетом еды 500-600 рублей. Адрес – улица Мазита Гафури, 46, Казань-Тел. Плюс 7, 843, 590, 09, 00. Место, не имеющее никаких ограничений по возрасту, но не слишком жалующее детей. Маленьким жителям города тут будет просто неинтересно, ведь в кафетерии царит тихая и уютная атмосфера. На заметку. По ночам тут собираются лучшие музыканты, владеющие игрой на различных инструментах. В кафе играет старый джаз, поэтому тут соответствующий антураж и искусственно состаренная мебель. Есть ресторан с кухней народов мира. Однако средний ценник заведения – около 2000 рублей. Кулинария тут на уровне лучшего ресторана. При этом народа собирается не слишком много. Средняя вместительность заведения – около 100 человек. Адрес – проспект. Ямашево, 37 байтов, Казань. Место, где можно посмотреть кино вне зависимости от времени суток. Руководство этого заведения регулярно устраивает вечерние сеансы, показывая там фильмы с высоким возрастным рейтингом или ужастики. Есть четыре зала с современным оборудованием. Качество звука и изображение на высоте. Работают обычно все залы, на сеансы записывается множество людей. Ходить с ребенком вечером не стоит, ничего интересного для детей в это время не показывают. Ценник на один фильм тут варьируется от 80 до 350 рублей, в зависимости от того, какое конкретно кино человек хочет посмотреть. Самый поздний сеанс заканчивается в две ночи. Адрес – город Казань, Ямашево, 46.33, Молл Парк Хаус, 2 этаж. Еще одно заведение, где можно поесть в любое время суток, в том числе и ночью. По утрам место обычно закрыто, но ближе к вечеру начинается основная активность. Тут готовят бургеры на гриле, регулярно играют хорошие современные треки и устраиваются соревнования. По вечерам начинаются развлекательные концерты и программы. Регулярно устраиваются соревнования по дартсу с оригинальными призами. Кухня необычная, придется по вкусу даже придирчивым людям. Обслуживание также приятное. Меню разнообразное, там найдутся жирные блюда и диетическая кухня, чтобы поужинать с минимумом калорий. Адрес, улица. Пушкино, 54 первых, Казань. Важно, в подобном месте нет ничего для вегетарианцев. Тут все блюда обязательно содержат мясо на гриле. В Казани есть множество мест, где можно отдохнуть ночью, если спать не хочется. Большинство заведений работает и в будние дни, однако лучше посещать их на выходные, когда начинается основная активность. Звездочка указанные цены актуальны на август 2018 года.